Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжаем разговор о книге пророка Иеремии и обратимся сейчас к 24 главе. Она очень маленькая, всего 10 стихов, наверное, самая маленькая глава во всей книге пророка. Хотя, как мы помним, разделение на главы произошло в средние века, и, собственно говоря, ни Иеремия, ни его ученик пророк Варух на главы этот текст не делили. Ну вот, в 24 главу, собственно, попал короткий очень рассказ об одном видении, об одном таком инсайте, который был дан Богом пророку Иеремии. В тот момент, когда уже началось изгнание, то есть после 596 года до Рождества Христова, ну, ориентировочно говорят, 594-593 примерно годы, когда уже часть жителей Иерусалима были угнаны, выведены в Вавилон царем Новохудоносором, но сам Иерусалим еще не был разрушен, храм еще существовал, вот в этот момент Господь предлагает некоторое видение Иеремии, который, вероятно, как мы можем предполагать, думал о происшедшем и искал какого-то осмысления, понимания, что это такое, почему это произошло, и что все это значит, и как вообще на все это смотреть. Ну, потому что, когда происходят драматические исторические события, людям вообще свойственно пытаться их осмыслить, найти какие-то причинно-следственные связи, найти какие-то основания для нравственных оценок, это естественно, а для человека, который призван Богом на служение, так прямо даже и необходимо. И вот Господь показывает Иеремии видение, две корзины инжира, смокв. Одни очень хорошие, спелые, мягкие, прекрасные, дивного цвета, отличные совершенно смоквы, просто первый сорт. А вторая корзина, ну, почти отбросов, совершенно настолько плохих, что они несъедобные. Вот, вроде те же самые смоквы, но по каким-то параметрам они отличаются. Одни не только съедобные, а прямо вот как наливное яблочко, другие несъедобные совершенно. По негодности их нельзя их есть, такие они худые весьма, как говорит здесь пророк. И вот Господь его спрашивает, что ты видишь? Ну, Иеремия констатирует, вот хорошо смоквы, вот плохие. И тогда Господь обращается к нему со словом, дает ему слово, разъясняющее то, что, собственно, должно явить пророку это видение. Это, кстати, довольно распространенная ситуация, особенно часто, конечно, она встречается именно у Иеремии, но и у других пророков мы такое тоже вполне можем найти, когда Бог показывает нечто человеку, ищущему ответов, а потом говорит слова, которые дают возможность это видение использовать как иллюстрацию. Ну и вот Господь говорит Иеремию, что подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими вот одну группу иудеев, а другую группу иудеев не признаю хорошими, они будут подобны вот этим несъедобным смоквам. Ну, хорошо, допустим, одни съедобные, другие несъедобные, годятся, не годятся, это само по себе довольно важное сообщение, потому что говорит о том, что у Бога есть некоторый замысел, для которого одни люди по каким-то своим показателям, параметрам подходят, а другие нет. Один берется, другой оставляется. Само по себе это существенно. Но кроме этого, конечно, еще важно, что Господь говорит о том, что именно переселенцы, тех, кого вывели из Иерусалима, вот их Бог признает хорошими смоквами. «Подобно этим смоквам хорошим, я признаю хорошими, переселенцев иудейских, обращу на них очи мои во благо и возвращу их в землю сию, устрою их, насажу, дам им сердце, чтобы знать меня, и они будут моим народом». То есть Бог говорит о том, что вот эти вот угнанные в Вавилон переселенцы подобны хорошим смоквам. Но впрямь ли они чем-то качественно лучше или все-таки нет? Смотрите, отличие, собственно говоря, в том, что Бог их устроит, Бог возвратит их в эту землю, насадит, обратит на них очи свои во благо и даст им сердце, чтобы знать меня. Вот через это, видимо, страдание, изгнание, вот через все те превратности, с которыми столкнутся на своем пути переселенцы, которых вообще угнали в землю, которая формально не считается принадлежащей Богу Израилеву. Вот эти люди обретут какой-то такой опыт, который даст им возможность обратиться к Богу всем сердцем своим. Они будут моим народом, я буду их Богом, потому что они обратятся ко мне всем сердцем своим. Таким образом, речь идет не столько о каких-то качественных предпочтениях, о том, не о том, что эти люди, ну, скажем там, честнее или образованнее, или там лучшего происхождения, или, не знаю, еще чего-нибудь. Можно же, да, массу преимуществ найти, или у них там глаза синее, или у уши более красивые формы, миллион всего, чем у тех, кто остался в Иерусалиме и подобен негодным, плохим смоквам. Нет, они откликнутся. Когда Бог даст им сердце, чтобы знать меня, они обратятся ко мне всем сердцем своим. А те, кто уподоблены плохим смоквам, те, кто остаются в Иерусалиме и те, кто ушел в Египет, их Бог отдаст на озлобление, на посмеяние во всех местах, куда Он изгонит их и пошлет на них меч. На самом деле, конечно, выбор, по крайней мере, в данном случае, выглядит довольно произвольным, потому что впрямую Бог не говорит, я предпочитаю вот этих, а не этих, потому что они там то-то, то-то, то-то. Нет, потому что по факту, когда-нибудь потом, когда Бог даст им сердце, чтобы знать его, они обратятся. А эти решили, те, которые остались в Иерусалиме, те, которые ушли в Египет, вот они идут каким-то другим путем. И, на самом деле, в рамках этой главы не будет понятно, почему Бог принимает такое решение. Только в нескольких следующих главах ответ на этот вопрос намечается. При всем том, конечно же, мы понимаем, что в первую волну изгнания Навуходоносор изгнал, увел, вывел в Вавилон лучшие, лучшие людей, которые действительно чего-то стоили. И людей образованных, предприимчивых, владевших какими-нибудь ремеслами, знать, людей благородных и так далее, и так далее. Это не слишком большое количество изгнанников, действительно, было элитой иудейского народа. Но не в этом оказывается дело в конечном итоге. Что-то другое разделило народ на тех людей, кто откликнется на Божий призыв и тех, кто на него не откликнется. Дальше мы увидим, что на самом деле критерием в какой-то степени является готовность поступиться своей гордыней. Потому что те, кто пошли в плен, пошли в плен. И это в любом случае большое унижение. И вот этот опыт унижения отличает их от тех, кто остался неугненным, мечтал о реванше, бил себя пяткой в грудь и объяснял, какие они мировая там, не знаю чего, цивилизация, духовные скрепки, вот это вот все. Те, кто остается в Иерусалиме, кого не взяли в изгнание, кого не взяли в плен за их ничтожность, вот они, как выясняется, поражены совершенно стыдной гордыней. Но в этой главе, повторю, об этом речи нету. Вот некоторый произвол, Бог совершает свой выбор вот так. Эти, ушедшие, подобны хорошим смогам, эти плохим. И в сущности, действительно, посмотрите, выбор Бога, еще раз подчеркну, заключается в том, что с некоторыми людьми, с теми, кто признан хорошими смоквами, возможен у Бога контакт, возможен диалог, он может к ним обратиться, они его услышат. Выбор и признаки избранности заключаются именно в этом. Ну и, пожалуй, еще один важный нюанс, который тоже надо вспомнить, говоря о 24 главе, вот какой Бог говорит о том, что будет происходить между ним и пленными, между ним и изгнанниками в Вавилоне. В то время у каждого из богов, по крайней мере, там, на востоке, существует строго определенная каноническая территория, закрепленная за подведомственным народом. боги одного народа являются богами на территории этого народа, а в других местах таковыми не являются. И когда один из фараонов, если памятение не изменяет, это был Тутмос III, пытается в Библосе в Сирии построить храм египетских божеств, это вызывает большой скандал недоумение, как это так нашли египетские божества, не в Египте, так не может быть это ненормально. В каждой местности свои боги, у каждого бога своя местность. Но бог, говорящий с Иеремией, существует вообще в иной парадигме. Моя вся земля. Он бог в Иерусалиме, но он же бог и в Вавилоне. Неужели вы думали, что я бог только вблизи, а не вдали тоже, говорилось в предыдущей главе. Вот здесь власть бога в Вавилоне оказывается тоже важным сообщением, которое бог передает своего народа и в первую очередь изгнанником через Иеремию. Иеремия.